Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про чумку у собак. Чумка или чума плодоядных – вирусное заболевание у собак. Оно характеризуется поражением различных систем организма животного и высокой температурой. Эта болезнь очень опасна, так как может вызвать нарушение работы центральной нервной системы у лающего. Каковы симптомы чумки? Как лечить это заболевание? И какие меры профилактики можно принять? Итак, представляем вам ответы на самые популярные вопросы про чумку у собак. Чумка возникает из-за попадания вируса в организм собаки. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Обычно лающие заражаются им после контакта с дикими животными или больными собаками. Заразная собака может начать выделять вирус в окружающую среду еще до появления клинических симптомов. Поэтому больную чумкой собаку не всегда легко распознать. Как правило, чумка у собак сопровождается лихорадкой. При такой лихорадке температура то резко поднимается, то резко падает до нормального значения. Также к основным симптомам чумки относятся выделение из глаз и носа, отказ от еды, общая заторможенность животного, рвота, диарея, судороги, нарушение зрения. Иногда собаки могут прятаться от света. Следует отметить, что у заболевшего питомца может проявляться как только один из перечисленных симптомов, так и все сразу. Чумка бывает легочной, кишечной, кожной, нервной и смешанной. Также бывают острые и хронические типы протекания заболевания. Острая форма длится в среднем 2-4 недели, а хроническая несколько месяцев. Для начала собаку, у которой появились первые признаки чумки, необходимо изолировать от других животных. Лающие со слабыми симптомами могут самостоятельно выздороветь и лечить их не требуется. Питомцев же с более выраженными симптомами необходимо положить в стационар. На сегодняшний день специфического лечения чумки у собак не существует. Как правило, лечат с помощью симптоматической терапии. Лучшая мера профилактики чумки – это вакцинация. Чтобы не думать о том, как лечить чумку у собаки, необходимо полностью соблюдать график вакцинации. Первая прививка ставится в 6-8 недель, последняя – в 16. Ревакцинация взрослых животных проводится один раз в 3 года. К основным осложнениям чумки у собак относят нарушения работы центральной нервной системы. У щенков осложнения могут быть также выражены в виде поражения эмали и корней зубов. У взрослых собак распространенным осложнением после чумки является гипоплазия эмали. При хроническом течении чумки у собак возможны такие осложнения, как нарушение зрения вплоть до слепоты. Теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы про чумку у собак. Если вы заметили симптомы этого заболевания у своего любимца, незамедлительно покажите его ветеринару. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!